приветствую вас друзья вы на youtube канале все доклево всем привет сегодня 1 марта первый день весны сегодня масленица сегодня шикарная погода и воскресенье и мы не могли не приехать на днестр сам бог велел это точно посмотрите мы практически раздетые коля правда в куртке но тем не менее еще снять не успел просто тем не менее тепло и хорошая погода то есть можно половить тарань может попадется подлещик то есть будем пробовать кстати говоря мы сегодня проведем маленький эксперимент между прикормками сделан такой небольшой battle посмотрим какая прикормка лучше вот та которую я использовал в прошлый раз там черная либо с горохом лещевая вот хочется поймать подлещик мне хочется по хочется да да вот попробуем его и поймать если повезет то даже и приготовим и сделаем небольшую как вам вариант нормально подходит я тоже думаю вам будет вкусно посмотреть как мы и готовим половин что будет посмотрим как она будет как рыба отзывается уже сейчас считайте весна так что у нас и зимой по сути то не было такой шут посмотрим в общем ну все вперед нет времени а 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 наша оснастка сегодня будет фидерная инлайн кормушка скользящая стопорная бусина отводик с петелечкой и к нему присоединяем поводок поводочек будем делать примерно 60 сантиметров начало нормальный вариант то есть спортсмены делать больше мы не спортсмены мы только учимся поэтому сделаем примерно 60 сантиметров меньше что путалось тут короче деревья везде при забросе будет не очень интересно если зацепиться маленький крючочек банановый вот мне нравится что он бананом он очень хорошо подсекается и на нем будет хорошо смотреться и опарыш и червячочек в принципе и даже кукурузка так если ее аккуратненько надеть и для того чтобы я поймала старание ей не нужно сильно открывать рот вы поняли да то есть крючок такой продолговато и формы формы банана буду использовать шестнадцатый номер итак друзья интрига этого видео заключается в том какая прикормка сегодня будет эффективна либо вот это либо вот это выбирай либо лечь горох есть возможность поймать леща и горох это же ты же понимаешь да либо черная прикормка тараневая лещевая с стимулятором клево и самое главное с коноплей да это супер так что выбирай ну вот я скажу честно я уже на этот вариант ловил мне уже как бы не совсем интересно ну давайте нет 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 ты сам выбери я тебя не напрягаю ни на чем вот как ты скажешь так и будет я возьму проверенный давайте вот этот вариант единственное что я хочу сказать друзья меня подправили спортсмены что коноплю не нужно мешать вместе с прикормкой коноплю нужно добавлять внутрь к кормушке отдельно то есть насыпал себе куда то там потом раз внутрь почему они так говорят потому что очень быстро конопля отдает влагу а когда она отдает влагу она быстро поднимается вверх то есть эффекта под водой нет некого она сразу моментально всплывает поэтому когда она мокрая и тяжелая ее лучше всего эффективнее добавлять внутрь кормушки пахнет горохом прикормка светлая у меня темная ну давай все если ты да может не пропорция нормальная будет достаточно мы приехали в принципе ненадолго сессия нашей рыбалки будет небольшая поэтому по пачке прикормки в принципе это будет достаточно прикормка впитала влагу сейчас немножко попьет возможно надо будет даже добавить водички не знаю посмотрим ну в принципе хорошая такая самодостаточная прикормка с запахом гороха то что надо а понюхай как тебе ну она сладким он дает каким-то вкусно да да должно я даже уверен что скорее всего ты батл выиграешь да у вас чуть-чуть что мокрее тяжелее чем у тебя у меня сыпучий ну так потому что у тебя она уже выпила воду а я добавил только еще еще раз сейчас добавим еще значит вот сделал комок чтобы этот комок мог вот так вот раз и рассыпаться да я чуть-чуть добавлю чуть-чуть друзья кого мы здесь видим на рыбалочке а это тарасыч елки-палки тарасыч приветствую вас приветствую николаевич на что вы сегодня ловите тарасыч на парыша ловим сегодня на матчевое удилище в проводочку в проводочку в матчевом удилище да прикольно здравствуйте здравствуйте рад очень вас видеть да живым и здоровым аналогично а мы приехали очень рано и уже мест практически не было ну так заняли вот маленький маленький да нам много не надо мы шло на одну удочку зачем нам что сегодня клюет вы скажите тарань только тарань только не еще густыря попадалось вот люди поймали рядом одного хорошего карася и даже двух подлещиков карася поймали карася поймали на мотыля да люди хорошего карася вытянули вот на нее на фидер с утра хорошо клевал сейчас немножко похуже ну так это что на поплавок на проводку мы ловим то на проводку мы ловим на матче в удилище угу я фидер уважаю но руки пачкать не хочется сейчас хочется получить удовольствие эстетика знаете что такая для души угу ребят добрый день добрый говорят что вы поймали карася да есть елки-палки а ну покажите и кукуруза и опарыш и мотыль я смотрю опарыш разных вариантов вот карася ооо ну все карась клюет ребята это бомба а на что был на моты инспекция все для клево покажите улов привет как дела привет привет здорово как дела привет орлы 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 вот когда я побывал на сорок восьмом и посмотрел я понял что еще третий вид в человечестве есть видно ген свиньи мутировал какой-то знаешь потому что так ненавидеть окружающую природу и так гадить нормальный человек даже обезьяну не будет так делать поэтому вообще не нужно обижать зверей и животных потому что они вообще ни при чем их нельзя сравнивать с людьми потому что это не просто люди это нелюди которые берут и мусорят кидают все что у них есть лишнее они просто кидают под ноги это катастрофа если так разобраться но я думаю что мы должны показать пример всей Украине поработать и доказать что есть люди которые достойные уважения адекватные и которые стремятся к кому-то будущему и чтоб такие дети могли приехать и здесь находиться на реке я не переживал что он порежет себе ногу и вообще как дитё объяснить почему такая куча мусора вот как ему объяснить если я ему все время внушаю что надо быть чистым что есть для этого мусорники надо воспитывать детей правильно ну к сожалению вот такая вот друзья 28 марта 2020 года мы проводим субботник на реке Днестр и вот сейчас как раз мы определяемся и с местом откуда начать этот субботник очень сильно просим помогите кто чем может кто финансово кто физически и огромная просьба к тем кто любит гадить не мешайте нам мы уберем по-любому у нас будет все чисто и красиво 70 Pros структу 4 30 50 50 71 201 давай младшему дадим возможность а потом тебе хорошо 1 1 по 1 по одному саша но у меня блин 10-1 по сравнению с вашим вот да пока саша не видит мы подменим опарышей есть информация что на красный берет лучше так попробуем только только поплавок ну это вообще это произведение искусства как-то поплавочек на поплавочек да опарыш с чем трасса опарыш с опарышем 2 опарыша красный и белый да вот такой вариант так что 221 что ли ты красавчик шоу 18 есть у нас красивая среди к ладошечная таранечка на кукурузу чтоб никто не знал короче с полей в ноздря в ноздрю на среди как объела обсосала кукурузку но это сильно маленькая такой мы выпускаем пробуем на червячка сейчас как это я буду пускать я нет 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 вот червячка таранечка на красного опарика у нас клюнула вот она уши все пойдет никогда не останавливайтесь на одном варианте то есть пробуйте всегда либо два опарыша либо кукурузку либо сервером либо опарыш кукурузы то есть всегда меняете насадку пробуйте ищите что-то новое а вдруг как-то будет лучше чем тот вариант который вы ловили типа уже клёва нет и все просто перейти на другую насадку или наживку и увидите что клёв имеет свойство меняться в лучшую сторону или в худшую поэтому я за эксперимент экспериментируйте и у вас все получится такое пока ничего больше не было ждем ждем пока что-то клюнет ветер не сильно хорошо видно а так ничего на уху условия будет так что-то думаю будет димон он уже отловил первую тарань так что без ухи мы не останемся сегодня до утра димон на в друзья на этом заканчиваем батл между мной и колей по поводу прикормок хочу сказать что одна еще вторая эффективна в принципе больше всего решала вопрос насадка если вы ловите на червя то у вас есть возможность поймать гусеру там подлещика ну и тарань а если ловить на кукурузу и на опарыша то в большинстве случаев ловится именно тарань поэтому как говорится на вкус и цвет а так клюет что на то что на другое но я вижу что все хотят ловить никто не хочет делать уху приходится брать и самому это делать главное от всего получать удовольствие от всего получать антонич а ну вы выпрыгнуйте все бери я держу бери герман бери поля где нас перец и ловровый лист не ко мне ко мне ой какая хорошая на природе не невозможно сделать невкусно понимаете пятна раночек этого вполне достаточно для того чтобы приготовить уху на свежем воздухе я больше не надо пора засыпать картошку надо было луковицу не резать тогда было бы все совсем по-другому но уже как есть вкусно на туда посадить ну ловит ли выйти на красного опарика опарыша до да а где ты его взял секрет вот ты жук посмотрите потом на видео когда будете монтировать да ладно хорошо друзья у нас ответственный момент у нас все ингредиенты что касается ухи уже там практически сварены осталось еще чуть-чуть и в самый последний момент мы добавляем что рыбу правильно ранюшечку одну вторую третью четвертую вот такая тарань ловится на кукурузу которую Тарасыч специально приготовил или подержал в руках я не знаю но тарань очень-очень шикарная такая крупная хорошая и корочка луковый супчик да взяли ложки и самое главное сейчас ребята должны сказать вкусно или нет на тебе скажи вкусно или нет вкусно попробуй скажи что дома вкусно или наоборот где вкусе дома или наоборот тут а тебе оно здесь здесь вкусно ну класс ну друзья приятного аппетита вам спасибо вам так и за все легко давайте это у нас мало пьющих не пьющих пьем пока мы с Сашей друзья каждое видео которое мы снимаем по рыбалке хотим показать то что не главное там поймать кучу рыбу а главное правильно и хорошо отдохнуть так чтобы тот позитивный момент который остался после рыбалки вам хватило на 2-3 недели как минимум до следующей рыбалки поэтому считаю что сегодняшняя наша рыбалка удалась мы классно провели время половили то что поймали половину выпустили половина пошла на нашу уху поэтому как бы и грех на что-то жаловаться правильно проблем нет это лучше чем лежать на диване возле телевизора эмоции энергия порядок но при этом хочется сказать что лучше смотреть на диване и так уже чуть-чуть вечером вечером или когда погода совсем порчальная да когда нормальная погода и есть возможность смеять и навек отдыхайте и конечно же в конце видео у нас новость для всех подписчиков канала все для клево в инстаграме уже много раз анонсировали наконец-то свершилось уже идет конкурс в инстаграме все условия будут под публикацией фотографии то и конкурс то есть вы все сможете почистить все увидеть условия очень простые любой может принять участие главное быть подписчиком все для клево и желание иметь выигр разыграем фидер, катушку тихо 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 не говори что все подписывайтесь смотрите следите за новостями будет еще много подарков много призов много хорошей рыбалки хорошего контента Димончик ты хотел что-то сказать я 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